Доброе утро, Полтава! Доброе утро! У нас сегодня в гостях Балан Чернявский, актёр Полтавского театра нашего имени Гоголя. Вы у нас довольно-таки знаменитый актёр. Насколько я знаю, один из. Ну, всё относительно. Для Полтавы. Да, для Полтавы. Один из. Скажите, пожалуйста, ваши основные роли. Сколько вы вообще в театре? Вопрос интересный, сразу скажу. По поводу знаменитой. Мы, знаете, иногда шутим сами между собой. Безусловно, ну что такое знаменитый, известный. Да, действительно, вы сказали, для Полтавы. Для Полтавы. Вот, да. Хотя, знаете, идёшь иногда через двор свой. Это я так сразу издалека. Идёшь через двор, и мне очень приятно, не то чтобы достаточно того, а как актёру приятно, что меня узнают мои соседи, люди, которые меня знают. Они спрашивают, а что нового в театре, какие будут спектакли. Вот для меня это высшая степень известности в родном городе. И она меня устраивает, и она говорит о том, что есть интерес не только к моему профессиону, а к моему театру, в котором я служу. Вот это вот приятно. Я служу в театре в нашем. В этом... Как ты сейчас служил? Да, я вот это замечаю. Ну, это так, знаете, тогда, раньше так говорили, да, ещё в императорских театрах, оттуда пошло это всё. Ну, в этом году, вот так, как-то так, незаметно, 20 лет, как я окончил театральный институт. То есть, по сути... Ну, в нашем театре работаю с 2000 года, то есть 17 сезон. Это много. Как мне кажется, уже очень много. Как-то так незаметно всё это произошло. Вот. В целом, опыт актёрский, получается, я с третьего курса стал работать, значит, 21 год. То есть, это очень много. То есть, это не потому, что я там такой уже какой-то здесь супер-супер опытный. А вы сами полтавчанин родились здесь? Да, я полтавчанин. Я первые шаги делал, я имею в виду, ну, театральные тоже в нашем родном городе. Меня, можно сказать, на сцену привела моя родная мама, потому что она режиссёр народного театра. И ныне она работает. И более того, имею возможность сегодня утром, так сказать, проанонсировать. Сегодня, 15 марта, в городском доме культуры будет очередной спектакль постановки моей мамы. Это театр на Павленках, он так называется. Когда-то они были ДК ПТМЗ. На слуху. Да, был такой замечательный дворец культуры и театр очень. Они сохранили своё название, вот, театр на Павленках. И сейчас они базируются в городе Каток. Так вот, спектакль, французская комедия, лёгкая, блэс. Причём, не просто спектакль. Они уже давали этот спектакль, уже не раз играли. Сегодня такую миссию они выполняют, они помогают девочке больной. Это благотворительный спектакль, и поэтому полтавчан хотелось бы пригласить сегодня. Сделаем это бро, посмотрим хорошее. В 19.00 городской доме культуры спектакль «Блэс». Очень хороший постановка Галины Чернявской. Это моя мама. Она меня и привела. В театр я первые шаги делал. В театре. Самого малого, наверное. Самого малого, да. Если мама на сцене... Ну почему привела? Потому что она меня, в общем-то, действительно привела за руку. Я-то не очень хотел. Я как пацан, естественно, хотел что-то другое, бегать. Ну и занимался многими вещами в детстве. Но вот та прививочка, она такая, когда, знаете, я на сцену вышел, все-таки еще в детском возрасте, потом юношей, испытал какие-то те вот эмоции, вот те вот первые, они оказались, в общем-то, самыми результативными, самыми главными. Первая ваша роль, помните? Помню. Помню. Ну, первый спектакль был... Это, наверное, маленький, которого я даже сдачу. Да, да. Это был такой спектакль с таким, сейчас я не чинить, пикантным названием «Московские каникулы». Вот. Играл своего, как бы, свой возраст играл. Вот это все было очень интересно. Потом были такие роли, как «Беда от нежного сердца» Александра Вадевиль, потом «Наймочка по нас». Это я уже как бы взрослел. И вот эти именно роли, они подтолкнули меня к поступлению, потому что я не сразу поступил в институт, а с третьей попытки. Аж. Так сложно было поступать? Да, да. Ну, видите, как бы, в Киеве я не поступил, не судьба. Вот, это такое дело. Я поступил в Харьковский институт и благодарен судьбе, люблю, как бы, своих учителей, свой институт. Так случилось. Вот. Ну, поступил в третьей попытке. Ну, вот те роли, которые я играл, они вселили в меня какую-то уверенность и, главное, необходимость, что мне хочется этим заниматься. Хотя, естественно, удар был сильный по голове, когда не поступил раз, не поступил два. Естественно, удар по самолюбию, удар по, в общем-то, по своим каким-то... Но, это так, можно долго об этом рассказывать. Есть ли список ролей, где вы играли? Ну, каждый актер их ведет. Вы знаете, ну, чаще мы это делаем, когда там подаем какие-то документы, порой ненужные, но иногда нужные, да, там для каких-то... Я делал это года четыре назад, у меня за 50 перевалило на тот момент. Сейчас, думаю, ну, думаю так, смотря какие роли считать. Если все, все учитывать и плюс эпизоды и выполнены не только на сцене родного театра, я поработал в Харьковском театре до Полтавы, я с третьего курса стал работать в театре, в Харьковском тюзе тоже. Я же очень благодарен этому театру за ту практику, которую я там получил, именно детский театр, детские спектакли, вот, самому первому режиссеру, вот, и приплюсовать антрепризные проекты, а я, ну, уже лет сейчас 13, по-моему, участвую тоже в антрепризах, то, может, около 100 и будет. Но нужно посчитать, всего, вместе. Кстати, какая самая близкая вам, как человеку, роль, вот, где вы играли, вот, действительно, себя? Вот, вы знаете, вот, очень классный вопрос, потому что, вот, если так вот, опять, сейчас немножко оттолкнусь, от... еще не было такой роли. Очень хочется, чтобы она была сам... А как вы видите, какая бы роль была? Было очень много ролей, которые оставили такой определенный, ну, есть имиджевые какие-то роли, которые толкают тебя вперед, как актера, на тебя обращают внимание. Ну, они, ну, скажем, у меня когда-то была роль Маугли такая, да, но я никогда не думал, что я буду играть Маугли, ни по своим психофизическим данным, ни по каким-то иным. Так случилось. Ну, вот, скажем, уже в Полтаве, да, это были роли Петя Трофимов, это Чехов, это Вишневый сад, это роль интересная, которая заставляет где-то копаться в себе и именно в определенный момент своего развития, своего возраста. Потому что, вот, сколько лет мне сейчас и вспоминая того, как бы... А сколько вам? 44. И вспоминая того паренька, который с института только пришел, естественно, это разное понимание жизни, в чем и, ну, наверное, в этой именно профессии, как и многих, собственно, других, которые связаны где-то с творчеством, вот, миропонимание, оно же меняется, да, и что тебе сейчас нужно, а что нужно разобраться, мы по большому счету все равно в себе пытаемся разобраться всю жизнь, вот. И поэтому вот из таких ролей я бы выделил, это Петя Трофимов, Вишневый сад, я бы выделил роль, у нас была замечательная, мюзикл в Полтаве, Сестра Керри, роль Друя там была очень хорошая, вот, Хама Брут, Вий, Гоголь, вот такие сейчас берем, да, вещи. Как ни странно, это, нет, почему не странно, это Булгаков, я с Булгаковым столкнулся и раньше, вот мы сейчас будем говорить о нашем Булгакове, да, в антрепризе я с Булгаковым впервые столкнулся, и мне довелось совсем чуть-чуть, но поработать и сделать несвойственную мне роль Шарикова. Режиссер в меня поверил и дал мне эту роль Шарикова, того, что это характерная роль, которая, как бы, опять же, вроде бы на нее не подхожу, но что-то там мне удалось для себя, знаете, подчеркнуть, потому что режиссер очень интересно строил, режиссер был из Санкт-Петербурга, это было в 2006 году, вот, ну, Хамабрут, да, сейчас то, что я играю, Эней у меня был, тоже интересная роль была сейчас, вот, Меньшиков князь в Мазепе, да, вот, Пантера Браун, вот, тоже интересные, безусловно, роли, но вот я сейчас жду какой-то, ну, вот, может быть, сейчас будет какой-то момент такой, да, в новой работе, жду роли, которые бы еще и меня немножко так, знаете, как-то слово подобрать, ударила, роль тоже может немножко ударить по мозгам. Ну, сейчас вот вы работаете в, ну, спектакле, вот, который готовится, да, Мастер и Маргарита, вы там будете играть, можно открывать, да, в принципе, мастера. А как вам с этой роли? Уже вот скоро-скоро премьера будет в 20-х числах, насколько я знаю, там, 24-го где-то, да? Да, 24-го числа будет открыт и показ, сдача, так, спектакля, 25-го, 26-го, две премьеры. Ну, опять же, вот видите, это Булгаков, да, вот мы сейчас говорим, для меня это сейчас очень важно, потому что для каждого актера самая важная, как иногда в футболе говорят, самая важная игра, следующая, да? Вот самая важная роль это сейчас, это этот спектакль, Мастер и Маргарита, с которым меня уже сталкивала с ума. У вас основная там роль? Да, ну, мастер, судя по названию, Мастер и Маргарита, да. Ну, одна из основных. Одна из основных, да. Безусловно, если говорить по объему, есть роли более объемные, скажем, там, Воланда, да, других персонажей, вот, тут все зависит от... Ну, зависит от режиссера, опять же, поставил. Ну, просто роль, естественно, знаковая, уже поскольку она называется Мастер спектаклей, Мастер и Маргарита, да, она заставляет много сейчас думать, потому что когда-то, в 2003 году, впервые я, когда попал в антрепризу, я получил когда-то эту роль, я исполнял эту роль в антрепризных спектаклях, вот, с разными артистами известными, я играл, вот, я не могу сказать сейчас ничего плохого об этом спектакле, я благодарен судьбе за то, что я много лет играл эту роль, но вот это другое, в чем, опять же, прелесть профессии, в том, что каждая роль, она вообще какой-то новый вызов, да, ты не можешь пользоваться старым багажом, то есть ты можешь пользоваться штампами, можешь пользоваться какими-то наработками своими, но они тебе не помогут, вот, для того, чтобы создать действительно новый для себя, да, персонаж, образ создать, поэтому здесь такая штука интересная, вот, спектакль другой, ну, по-прежнему, украинскую мову я буду, Моград, изучая украинский театр, вот, потом другие задачи совсем, и вот сейчас оно заставляет и мыслить, и думать, как всегда бывает, тогда ты, как бы, случайно включая телевизор, попадаешь на то, что тебе нужно, так часто у актеров случается, открываешь какую-то книгу, именно на той странице, на которой тебе нужно, вот, какие-то такие подсказки происходят, кино хочется смотреть тоже определенного плана, да, вот, который имеет какие-то пересечения, какие-то, возможно, подсказки, потому что, на самом деле, да, их жизнь дает много подсказок, но мы же такие бегаем сейчас везде, торопимся, не всегда успеваем. Как роли сыгранные влияют на вашу жизнь? Сильно. Вы, ну, глазами мастера на сегодня смотрите, на жизнь окружающей, и есть такое у вас? Вот, смотрите, не сыгранные, то пока не сыгранные, да, я пока еще не говорю об этой роли, так осторожно не говорю, потому что она сейчас в процессе, знаете, может получиться, может нет, все это, как бы, тайна какая-то, она сейчас, да, вот, вывлияет, я сейчас другими глазами смотрю на этот мир, пытливо, да, то, о чем я сейчас говорил, пытаюсь подсказки получить, а не сыгранные, вот, вы сказали, я сразу отреагировал, это, знаете, как не сыгранные роли, да, это такое страшное такое для актера, вот, есть роли вообще не сыгранные, по разным причинам, либо роль не удалась, и сняли, например, да, либо по какой-то причине спектакль не состоялся. Были ли у вас такие моменты? Были, да, и это вот действительно раны на сердце, это не просто слова, это есть такое, когда особенно роль тебе близка. Да, было, могу по пальцам насчитать, это не единожды было, их там не огромный список, но есть такие моменты, вот, и полковник Птица в 2000, сейчас не помню, в каком году Садовский ставил с Харькова спектакль, у меня была прекрасная роль молодого психиатра, вот, роли, которые, опять же, заставляют что-то такое себе там, да, интересное понимать о жизни, вот. Ромео и Джульетта, Ромео у меня не состоялся, сейчас-то, понятно, уже я и не буду, я адекватный человек, да, куда, а тогда и возраст, как бы, позволял, и ситуация, мы репетировали. Кстати, мы должны были сыграть с моей партнершей, Ромео и Джульетту, с которой сейчас, судьба нам так возвращает, такой должок, с которой сейчас мы будем играть мастер Маргариту. Татьяна Любченко, наша актриса замечательная, вот, и она сейчас... Это спустя сколько лет? Да, 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 сейчас скажу. Это спустя лет 13. Немало, немало. Да, и мы сейчас... Ты че судьба сына. Да, и мы сейчас репетируем мастер Маргариту, вот тогда мы должны были вместе играть Ромео и Джульетту. Ну, вот так осталось. Не то, чтобы там прямо ты просыпаешься, так думаешь, нет, но это неприятно, потому что ты работал, ты уже что-то делал, что-то создавал, и вот несыгранные роли, это такие, знаете... Верите ли вы в мистику данного произведения, потому что, ну, ходят легенды о театрах, которые вот ими наставили, что там что-то происходит. В частности, мастеры Маргариты говорят мастерам очень... Да, они мне уже за мастерю Маргариты говорят, да, что вот такие какие-то мистические вещи происходят с актерами. Знаете, как я вам отвечу? Я вот, ну, как бы, чтобы не слукавить, я не хочу верить. То есть где-то, где-то что-то такое там, понимаете, есть. Я просто знаю сам много таких случаев. Естественно, мы как актеры тоже интересуемся этим вопросом, да, что с кем происходило, это правда. Но вот, знаете, по большому счету, то есть и так внимательно уже заняться этими и отследить там в процентном соотношении не чаще, чем с другими проектами. Потому что это тоже такие... Просто привлекали к этому внимание. Да, внимание, благодаря... Вот там, я знаю, я тут читал какую-то статью, там, говорит, вот сколько-то актеров из этого сериала, который снимал Бортко, там уже нет живых. Ну, извините, возьмите любой другой сериал того времени, посмотрите список актеров, которые в силу возраста и примерно то же самое. Да, и примерно то же самое соотношение. То есть, а люди там, мастер Маргарита, это, боже, это ж так страшно. Скажите, вы настраиваетесь на роль. Сегодня вечером спектакль. Когда вы настраиваетесь? Придя в гримёрку, с утра... Или выходя уже на сцену. Или выходя на сцену, вот этот момент. Если я скажу правду, сейчас, во-первых, коллеги могут меня подловить на слове, а с другой стороны, правду говорить нельзя, потому что есть еще студенты, которые учатся, я сам преподаю. Вот, у меня все по-разному. Знаете, от роли зависит. Честно, я так, ну же, раз откровенно. Иногда бывает, я настраиваюсь, когда бегу в театр. Бывает такое. Но это не есть, уж так плохо для меня, потому что у меня сложился какой-то определенный уже такой метод вхождения в спектакли. Есть роли, которые позволяют мне это сделать. То есть я моментально... Нельзя на некоторые спектакли настраиваться с утра. Неправильно. Есть свои технологии к подготовке. Есть роли, на которые нужно настраиваться не с утра, а вчера. Или там позавчера. Поэтому все очень действительно здесь относительно. Как мы к этому относимся и какая у тебя природа, какая психофика, как ты уже накопил какой-то материал. А вы ходите из этого состояния? Вот это да. Опять же, принято считать, что комедия проще. Хотя вот тоже смотрю на своих коллег, которые мастера комедии, я себя так и вы не считаю, хотя люблю тоже жанр этот комедии. Вот они отдаются на сцене, они все физически, да, изможденные, все. Некоторым нужно, вот знаете, так минут 20 посидеть. Я хорошо это понимаю. Отключиться. Да. И у меня есть такие роли тоже, когда мне хочется вот... Очень приятно, когда приходят к тебе люди, знакомые, бывают незнакомые, что-то хотят сказать. Это очень приятно. После спектакля. После спектакля, да. Или ждут там где-то под театром. Ну мы же не звезды какие-то, да. Нам любое внимание интересно. Даже не в плане внимания, а что, почему человека заставило подойти к тебе поговорить. Я это люблю. Но иногда бывает такой момент, когда правда, вот знаете, я не мизантроп, но никого не хочется видеть. То есть есть, редко, но случается, когда хочется, ты через силу людям что-то отвечаешь, и лучше бы закрыться в гримерке, и вот тоже минут 20 посидеть. Роль Меньшикова, как вы выходите из нее? Легко. Мы с Сашей Любченко, который играет Петра Первого, один раз только, как бы, шутя, потому что мы так это немножко еще в шутку превратили, прятались по гримеркам, когда играли этот спектакль на день, по-моему, это был Сбройных сил Украины, и в зале были наши ребята, наши, которые прошли все там. И мы, потому что, ну, мы такие роли получили, знаете, Петр Первый, Меньшиков, да, там мы с Сашей там, ну, это уже так рассказывают какие-то такие свои секреты, ну, мы же там актеры, ну, как вот говорят, когда вот там, ну, когда-то же тоже были артисты, и почему были, и есть, и будут, которые играют, скажем, Гитлера там условно, да, кого угодно, то есть это нормально. И поэтому мы, когда играли, ну, мы-то слова там такие произносим, очень такие, знаете, это театр, да, это театр, но мы с Сашей, как бы так, ну, что, быстро сегодня после спектакля, вот так, вот так, да, на всякий случай, ну, это шутка, конечно, нет, там ничего, знаете, там, там кому тяжело выходить, там, если уж, как говорить серьезно, то тяжело выходить, конечно, Василию Голубу, исполнителю главной роли, потому что он все это через себя, Кочубея, да, там есть роли, которые, не потому что мы там делаем все так легко, Петр Первый и Меньшиков, но мы такую, знаете, функцию в этом спектакле все-таки выполняем, я не могу сказать, есть роли, куда ты должен входить своим существом, как можно больше, хотя это опасный, как бы, процесс, да, а есть роли, которые ты можешь играть на каких-то других, я вам скажу, я почему такие вопросы задаю, я долго не был в театре, и в воле случая мне предложили, я был на Мазепе, да, последнего кахания Гетмана, я увидел, я был поражен игрой всех, вас, всей труппы, спасибо, почему, потому что, я говорю за всей, даже каждая роль второстепенная, тот, кто где-то вот вдалеке, все играли от души, по полной программе, то есть я поверил всем, и вам поверил, и Петру поверил, и всем, 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 буквально малейшие, где-то вот, даже элементарно проезжают эти сценки, вот просто изображения, эти фигуры, и я верил, и я понимал, о чем речь, настолько я был ошеломлен, тогда честно вам скажу, что, конечно, по поводу театра, спасибо вам, это коллегам передам обязательно, потому что, это я вам скажу, заслуга, ну, понятно, моих коллег-артистов всех, потому что мы просто хорошие артисты, полтавские, да, мы самые лучшие, мы же Полтава, да, но и, как бы, режиссер, конечно, это тут все сошлось, понимаете, материал, материал, его решение, и наше... очень красивая постановка, но мне очень понравилось тоже. Ну, будем надеяться, что и мастер и Маргарита будут. Мне такой вопрос, как у любого актера, я думаю, должны быть любимые актеры, вот, примеры для подражания, возможно, которого бы хотелось принять, вот, смотришь, аж душа замирает. Их так много, знаете, И чем старше, становлюсь, тем больше. Когда я был молодой, я так, ну, не то чтобы, ну, ревниво, я же, возможно, буду вырасту когда-то в суперзвезду, все такое прочее, вот тот актер мне, а тот не очень, а вот этот, да, действительно хороший. Сейчас я, знаете, я как бы, чем больше работаешь, тем больше, ну, парадокс, не то чтобы неуверенность, есть в своих силах, и желание работать есть, есть какое-то ощущение, что ты с годами, казалось бы, должен больше уметь, и ты где-то ощущаешь какие-то умения, и в то же время, ты вдруг, когда-нибудь сталкиваешь с тем, что вроде ничего не понимаешь о профессии. Почему я сейчас об этом говорю? Критично к себе относился. Да, вроде бы, как бы ничего не, ну, опять же, это жизнь. Требования, понимаешь, выставляются больше требования, в том числе и к себе. Ну, и получается, что как бы в жизни ты же тоже не делаешь каждый день правильные шаги, делаешь какие-то ошибочные, что-то у тебя не складывается, и так далее. Все это вместе, оно приводит к тому, что и тогда вот пример других артистов очень важный. Поэтому у меня сейчас этих артистов хороших, которые мне нравятся, гораздо больше, чем в юности и в молодом возрасте. Реально, когда я вижу хорошую работу коллеги. Раньше это было один, два, три человека, сейчас много таких. Вот я свежее, поделюсь свежим впечатлением. Я посмотрел буквально на днях фильм «Отторжение», но это такой, знаете, как говорят, не для каждого кино. Ну да, арт-хаус такой. По-моему, 2009 года фильм еще со ступкой. И там Сережа Бабкин. Очень классно, я видела этот фильм. Да, вы видели этот фильм. У меня он тоже оставил непонятные даже ощущения. А я его раньше не видел. Сережу Бабкина я знаю давно, потому что мы с ним учились в институте, ну, не на одном курсе, но в одно время. Ну, его знают многие, известный музыкант, да, поет. И вот он сыграл в этом фильме, и я посмотрел, как он это сделал. Понимаете, и вот сейчас, на данный момент, вот два дня для меня сейчас Бабкин лучший артист. Понимаете, я так хожу с этим. Ну, я такой человек, мне это... А так, конечно, артистов того, и у нас в стране, и за рубежом, очень много. Возьми каждый театр, можно найти там хорошего. вот правильно, в каждом театре есть иногда так бац, супер какой-то. Артист, которого на экране, может, никогда ты не увидишь, но он вот такой вот. Мне вот интересно, вы работаете в большом театре, в принципе наш, Полтавский театр, Оля, у нас такой единственный, большой, красивый. У нас очень много из Полтави малых театров. Ходили ли вы на их спектакли, смотрели, имели ли принятие опыта? Хожу к стыду очень мало. Хотелось бы это больше делать. Опять же, раньше удавалось. Ну, знаете, раньше было все как бы по-другому, было больше времени, да? И я сам же выходец из театра народного, да? Поэтому вот я помню в то время, когда все театры, которые были, театр под лестницей, театр был такой... Есть, да. Ну, вот я сейчас о нем скажу. И много-много других театров, сейчас просто не хочу, вдруг кого-то не назову. Вот я слежу по возможности за тем, что происходит в нашем городе. Это очень классно, что стали появляться другие театры. Ну, как другие, они должны быть разные. Потому что действительно, Полтава, мы любим все свой город. Да, он небольшой, да? Ну, в контексте там столичных, он провинциальный вроде городок. Но этот город действительно должен иметь разные театры. Потому что даже такой театр замечательный, как наш, театр имени Гоголя, он не должен быть один. Мы все равно, как это слово такое, мы потребности всех не удовлетворим духовные. Потому что... Надо быть здравой конкуренцией. Потому что, да, ни один репертуарный театр... Нет, это классно, мы к этому должны стремиться. Вообще, я сейчас так, видите, отвлекаюсь от наших вопросов, просто они интересные. Вот, что такое репертуарный театр? Сейчас так сам думаю о своем театре, да? Это определенное количество спектаклей, да? Там 20-30. Но по сути своей, мы-то должны, вот если так взять, эти 20-30 спектаклей должны быть такими, ведь репертуарный театр это такое место в городе, да? Такой дом, куда люди могут пойти каждый день следить. То есть мы даем постоянную какую-то продукцию, постоянную. И она должна действительно быть для всех. Но такого не будет. Даже если мы 50 поставим спектаклей. Почему? Потому что у нас есть одни и те же артисты, есть какой-то стиль театра, есть какие-то... Да, приезжают разные режиссеры, они вносят в нашу жизнь разнообразие, они делают другие спектакли по стилистике, там по жанру, все. Но все равно это наш театр, да? Поэтому вот театр, там Анастасис, театр под лестницей. Ну, последний спектакль, который я посмотрел, был как раз театр под лестницей. Они показывали спектакль, сейчас, если мне память не изменяет, это было в конце февраля, в 20-х числах, в театре кукол. Они арендовали малую сцену, вот, и там я смотрел спектакль. На последний 12-го, вот они в музабаре, я не попал. К сожалению, у нас была репетиция. Все эти русские совмещаются, вот эти вот, и мы не можем смотреть. А смотреть хочется. Было время, я ходил в театр, сейчас скажу, в педуниверситет, я ходил смотреть спектакли. Девушка молодая, хороший, талантливый режиссер, ставила, сейчас фамилию просто я забыл, вот, спектакли. Иногда, я же говорю, когда премьер выпускает, премьерный спектакль, хожу в театр, к моей маме, вот. Хожу, смотрю, вы знаете, другие театры, когда к нам приезжают, опять же, есть возможность, всегда пойду посмотрю. Кстати, вот фестиваль будет традиционный, скоро, Воголевский. Для нас, для артистов в Полтаве, это тоже большая возможность познакомиться. Потому что мы не так, ну, ездим, да, я же говорю, иногда я участвую в интерпризных спектаклях, я бываю в городах, я, в принципе, в Украине во всех театрах побывал и смотрел, и всегда смотришь репертуар другого театра. Они, знаете, процентов на 50-70. Схожи. Схожи, да. Вот репертуары украинских театров, но есть такие, иногда, знаете, существенные отличия. Приезжаешь в какой-то город, не знаю, ну, тот же Херсон, например, да, вот мы сейчас туда зачастили, потому что режиссер у нас из Херсона сейчас ставит много, именно на фестиваль возим туда свои новые спектакли. Ну, вот, ну, на Западную Украину мы ездили. Вот я помню, я свою, Шинель, свой спектакль, когда я поставил как режиссер Шинель в 2010 году у нас был такой спектакль, мы возили его на ряд фестивалей, в тот же Херсон возили, в Кировоград и в Тернополь. Вот для нас это было, тогда был первый выезд нашего театра. Сейчас, честно говоря, благодаря нашему директору мы так достаточно много ездим по вот нашим городам, по «братимам», как я их называю, знаете, вот они к нам, мы к ним. Это Чернигов, это Кировоград, это Херсон и так далее, и так далее. Так вот, Тернополь тогда был первый город в этом ряду и вот для меня тогда было открытие. Это был 2010 год, повторюсь, мы повезли свою «Шинель», вот это было для меня очень ответственно, волнительно, спектакль был хороший и мы приехали, у них открывался их фестиваль, «Тернопольский театральный вечерец», фестиваль Киеза-Пачкова, то есть название оттуда идет, потому что это театр, который Курбас основал в Терноболе. И вот этот фестиваль открывался спектаклем «Мазепа», вот к чему я сейчас, да, потом спустя какие-то годы как бы мы с этим материалом столкнулись. Это был еще 2010, и, ну, я сейчас не о политике, но был президент еще, по-моему, даже не помню, Ющенко, по-моему, был, и это был такой мощный такой спектакль, такой, знаете, вот именно, который на Западной Украине только можно увидеть. И зрительный зал, и актеры, вот они в какой-то момент, у нас даже такого не происходит, это что-то было единое целое в какой-то момент, это была мощнейшая такая акция, и актеры хорошо работали, и я тогда посмотрел их репертуар, вот с театрами Западной Украины, на тот момент у нас были существенные отличия по репертуару. Вот сейчас, не знаю, из-за тем нужно постоянно регулярно... Дружба театралов по Украине. Это интересно, да, интересно, когда, понимаете, если бы мы вот чаще, если бы у нас была какая-то своя там, как вот в футболе, там они постоянно ездят друг к другу, да, чемпионат Украины, или там в КВНе Лига, мы все-таки не так... Да, я понимаю, что я так отвлекаюсь, отвлекаюсь на разные темы, но просто вопросы повторюсь, у нас интересные. Да, у нас просто сейчас на тот момент уже временной прожжут. Да, все время. Ну, будем тогда как-то... Да, так что еще раз, Полтава, доброе утро, смотрите театр, приходите на премьеры. Доброе утро всем, я скажу вам просто, любите театр, не бойтесь называться театралами, давайте будем ходить все-таки, я призываю однозначно, потому что действительно это ошеломляющее зрелище, это надо видеть всегда, есть возможность, приходим и смотрим. Да, я присоединяюсь абсолютно к вам. Доброе утро. Всем доброго утра. Ну, как у нас нужная кофе и чай от Франсуана. Удачи!